Неоправданный форсаж. Местный житель не захотел ехать по правилам, за что и поплатился. Всегда нужно оценивать дорожную ситуацию. Во что обошелся опасный маневр? Прыгай, бегай, метай. В Бобруйске прошли легкоатлетические соревнования. В этом году у нас представлен дополнительный вид программы. Кто стал на пьедестал королевы спорта? Когда старость в радость, в стране отмечается День пожилого человека. Чувствуя за собой крепкий и надежный тыл. Как войти в почетный возраст с огоньком в глазах? А также начало работы и новая глава. В училище Олимпийского резерва представили директора. Кто будет руководить учреждением? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Двери нашего дома всегда остаются открытыми. Красноречивые свидетельства – безвизовый режим для граждан 35 европейских государств, установленный этим летом. Для нас нет недружественных народов и второстепенных стран. Знаю, что и к белорусам во всем мире относятся с радушием и теплотой. К сожалению, мирная, процветающая и суверенная Беларусь у отдельных западных политиков вызывает раздражение, которое перерастает в предубеждение. Они считают нормальным свое однобокое устаревшее восприятие мироустройства, где есть люди первого и второго сорта. А если кто-то не согласен с их точкой зрения, душат санкциями и разными ограничениями. Минск с такой несправедливостью сталкивается уже много лет, практически всю суверенную историю. Тем не менее, мы берем на себя смелость проводить самостоятельную политику, внутреннюю и внешнюю, и всегда отстаиваем свою позицию, основанную на международном праве и справедливости. Далее в графике встреча с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси. Александр Лукашенко отметил, руководство нашей страны приложит все усилия для обеспечения ядерной безопасности не только на своей территории, но и в регионе. После переговоров глава МАГТ планирует посетить белорусскую АЭС в островце. Лихачи на дороге. Несоблюдение ПДД привело Бобруйчанина к штрафу. 27-летний местный житель за рулем такси решил совершить обгон непосредственно перед пешеходным переходом. Людей, которые бы двигались по зебре, в этот момент не оказалось. Однако инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения. Всегда нужно оценивать дорожную ситуацию и выполнять все действия, необходимые для обеспечения безопасности. Быть предельно внимательными и осторожными, не превышать установленную скорость движения и избегать необдуманных маневров. В отношении Бобруйчанина составлен протокол. Ему грозит штраф в размере от 2 до 10 базовых с лишением права управления сроком на год или без лишения. В первый день октября в училище Олимпийского резерва представили нового директора. Им стал Кирилл Терентьев. Ранее он возглавлял Бобруйский дюсыш номер 4. В юношеские годы будущий директор был воспитанником ГУОР. Потому на такую возможность возглавить учреждение откликнулся с радостью. В первый рабочий день начальник отдела спорта и туризма представил коллективу руководителя. Учреждение нового, работу, в принципе, я понимаю, в сфере спорта задачи от начальника отдела спорта были поставлены. Поэтому будем двигаться только вперед, работать и идти к светлому будущему. Бобруйское училище Олимпийского резерва ведет свою историю с 1989 года. За все время по количеству подготовленных призеров первенств входит в тройку лучших в республике. Сегодня в учреждении созданы все условия для получения качественного образования и спортивной подготовки по многим видам и направлениям. Каждый 6 октября в республике отмечается День пожилого человека. На начало года в стране проживало 1,573,000 белорусов старше 65-ти. Большинство – женщины. Только за 23-й в брак вступили полтысячи представительниц прекрасного пола и без малого – тысяча сильного. О том, как не стареть душой, Роман Костюков. Любви все возрасты покорны. Найти вторую половину на всю жизнь – вот оно, настоящее счастье. Ибо бруйчане знают об этом не понаслышке. Ежегодно в отдел ЗАГС обращаются семейные пары с желанием отметить юбилеи. Серебряные, жемчужные, золотые и изумрудные. В прошлом году, в 23-м, у нас было 25 юбилейных свадеб. Из них 13 золотых, там серебряные, ну и иные юбиляры пожелали к нам прийти и развились в свое радостное событие. В этом году у нас немножко уменьшилось, не знаю, с чем это связано. Может быть, в высокосноводстве люди с осторожностью к нему относятся. Всего лишь 13 юбилейных свадеб. Ну, в основном, это, конечно же, к нам больше всего обращается. Это золотые юбиляры, супруги, прожившие 50 лет совместной жизни. Одной из тех семейных пар, которые прожили 50 лет вместе и решили отметить юбилей, стала чета Черных. Владимир Александрович и Валентина Николаевна сыграли свадьбу в далеком 74-м. Через год родилась первая дочь. Вскоре вторая. Большую часть жизни глава семейства связал с воинской службой. Супруга с музыкальным преподаванием. И, несмотря на все жизненные перипетии, они жили в мире и согласии. Говоря о жене, Владимир Черных едва сдерживает слезы. Слезы благодарности, любви и уважения. Конечно, это верный помощник во всей моей службе. Потому что, да, действительно, половина жизни, мне сегодня 73, а, значит, в 23 я начал службу. Считай, половина службы прошла в погонах. И, чувствуя за собой крепкий и надежный тыл, конечно, все это помогало службе. Служба действительно была нелегкая. Проявить заботу каждому. В городе на Березине не забывают и об одиноко проживающих пожилых. Так, например, в ТЦСОН Ленинского района социальная помощь на дому оказывается около 700 человек. Услуги сиделки предоставляются 40 нуждающимся. Стоимость определяется по тарифам. Постоянно проводится комплексное обследование жилищно-бытовых условий, проживание граждан с целью изучения их потребностей и нужд. На сегодняшний день в центре состоит 9333 человека. На базе нашего центра функционирует отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста. Здоровым жить здорово. В медучреждениях работают центры для пожилых граждан. Их цель – поддержать ЗОЖ среди представителей старшего поколения. Более четверти всех белорусов почтенного возраста занимаются спортом. В нашей поликлинике создан центр активного долголетия, где активно занимается наше поколение старшее. Вот, поэтому мы приглашаем всех желающих в нашу поликлинику. Кабинет номер 402. После достижения пенсионного возраста в Беларуси продолжают работать 445 тысяч человек. Каждый пятый. Особенно высокий процент пожилых среди занятых в образовании, здравоохранении – деятельности, связанные с творчеством, спортом, отдыхом. Больше половины имеют доступ в интернет. Из них 73% выходят в сеть ежедневно. Роман Костюков, Максим Калинин, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360. Славная традиция. В Бобруйске прошли республиканские соревнования по легкой атлетике. На стадионе «Спартак» собралось без малого три сотни юных атлетов. Среди них воспитанники детско-юношеских школ, центров и училищ Олимпийского резерва городов и районов страны. В спортивной программе бег на 60, 300, 600 и километр. С барьерами на 60 и 300 метров. Прыжки в длину, метание диска, толкание ядра. В этом году у нас представлен дополнительный вид программы прыжок в высоту. Была приведена новая, значит, новый сектор для прыжков в высоту. Вот, мы будем осваивать эту дисциплину более глобально и конкретно. Количество участников растет с каждым годом. Впервые открытое первенство по легкой атлетике привлекло и команду из России. Состязались спортсмены на призы газеты «Бобруйское житё». С собой победители увезли беспроводные наушники и сладкие подарки. Первые места были определены по дисциплинам и возрастным категориям. Это всё из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok